приветствую всех друзьям на канале rzone games мы находимся на проекте иркутск 38 это уже третья часть очень хочется надеяться что эта часть будет заключительной напомню что мы в двух частях предыдущих уже посмотрели на огромное количество всевозможной техники на этом проекте посмотрели кое-какие решения посмотрели архитектуру на данный момент мы в роли почтового служащего едем доставляем посылку и выехали на неподконтрольную территорию для тех кто не видел предыдущих частей напомню что здесь весь остров разделен на две части на мирную и на неподконтрольную сейчас мы находимся как раз на второй части неподконтрольной куда и выведены все криминальные точки этого проекта такие как добыча марихуаны создание оружия ну и в общем то тому подобное ну и в общем то если вы игрок мирного направления вы любите мирное рп то нахождение вас в этой части острова крайне нежелательно потому что здесь разрешены криминальные действия то есть здесь вас могут и гопнуть и убить ну и тому подобное в общем то здесь разрешено на этой части острова разрешена криминальная деятельность я же тоже не исключение тоже сейчас подвергаюсь некоему риску но показать как здесь устроена работа почтальона мне очень хочется и вот посмотрите что происходит я доставил посылку и посмотрите на сумму заплаченную мне после доставки 14 миллионов с копейками я уверен что это недочет разработчика скорее всего он забыл поправить цены но не может быть такой суммы я даже зашел в планшет и кстати заодно и посмотрите как он выполнен чтобы убедиться точно блин до 14 миллионов и да я говорил что на этом проекте экономика достаточно простая но не до такой же степени и это скорее всего ошибка надеюсь автор поправит это но а я пользуюсь случаем пока еще не поправились цены есть вот такие вот поеду покупать себе какой-нибудь транспорт авиационный имеется ввиду ну и посмотрю заодно недвижимость но я уверен что если автор посмотрит это видео то он дело исправит ну не может быть таких цен за доставку почты и еще как способ подтвердить это я покажу вам как здесь устроен процесс сбора ресурсов и вы увидите что там совсем совсем другие цены даже близко к этой не относятся и пока я ехал до аэропорта по мне в темноте кто-то стрелял и где-то кружил вертолет сейчас попробую сделать звук погромче чтобы вы слышали но откуда доносилась стрельба и где этот вертолет я так и не смог увидеть но это не подконтрольная территория поэтому еще расскажу что выезжая из благополучной так сказать мирной среды зеленые зоны этого острова вы подвергаете свою жизнь опасности поэтому выбор всегда за вами это мне кажется очень хорошее решение автора разделить два геймплея никакой необходимости покидать уютную зеленую зону для вас нету я бы мог возить эти посылки по не уезжая из зеленой зоны мог бы фармить что-то там же но если вам надоело этот скучный режим фармлине денег и вы хотите пощекотать себе нервы welcome пожалуйста на неподконтрольную территорию занимайтесь чем-нибудь здесь но помните что это чревато последствиями я же как вы можете заметить тем временем добрался до аэропорта и на ту сумму которая мне упала так сказать с божьей помощью хочу приобрести себе какой-то вид летной техники но к сожалению темно и наверное я ее вам показать не смогу а денег заплаченных мне за доставку одной посылки хватило аж на три единицы летной техники вот пнв наверное вы ее сейчас видите вот такие вот три вертолетика я себе приобрел ну к сожалению темно сейчас я их поставлю в гараж и покажу уже когда будет светло ну а весь список летной техники можно посмотреть предыдущей серии обзора где я все досконально показал и количество и стоимость и в общем то весь представленный ассортимент ну а пока я их ставлю в гараж можно посмотреть вот так вот купила как видите и не самые дешевые у меня есть один маленький вертолетчики два огромных вот это один из них но я поставил всю нашу летную технику в гараж и вернулся уже после бури вот наш красавец который мы купили еще в первой части этого обзора наш кразик на нем мы поедем посмотреть как здесь происходит сам процесс добычи ресурсов но в первой части этого обзора я показывал количество мною купленных здесь лицензий лицензии очень дешевые поэтому у меня есть огромное количество лицензий но я выбрал ближайшую точку это как уже многие наверное знают это добыча меди она находится недалеко от ковал и поэтому самое близкое чтобы не тратить время я поехал сюда и первое что здесь бросается в глаза что автор не оставил эту точку добычи ресурсов в стоковом состоянии как видите добавлены элементы декора но давайте поподробнее рассмотрим как происходит сам процесс ну а сам процесс меня ничем не удивил и поначалу даже немножко напугал скажу только что взаимодействие происходит на левую кнопку мыши наш персонаж начинает калашматить киркой подбегаем его тут я уже испугался думал ну вот опять старье но нет если можете заметить я подобрал одну кучу и мне добавилось сразу 10 элементов меди мы нажимаем еще раз появляется еще одна куча собираем ее и все рюкзак готов вот таким вот образом автор упростил сбор ресурсов и время на сбор ресурсов за счет огромного выпадения нужных вам элементов то есть каждая куча приносит не один-два там куска меди а сразу 10 собираете две кучи и все у вас полный рюкзак процесс происходит очень и быстро и напомню что в первой части я показывал что в магазине автомобилей грузовых продаются так называемые сборщики ну или добытчики которые еще ускоряют процесс сбора не знаю правда куда еще быстрее но здесь они есть то есть процесс оформления на вас тоже не возлагается это такое промежуточное действие для развлечения скорее больше всего еще расскажу что за счет этого и за счет цен экономика этого проекта очень и очень простая она не обременительная и обычно на своих обзорах я для показа того как это происходит набиваю небольшое количество в машину и небольшое количество в рюкзак но здесь за счет того что это вообще очень просто я набил целую машину тела рюкзак мы поедемте посмотрим как устроен здесь процесс переработки скорее всего что он будет очень долгим и нудным ну а пока едем на точку переработки скажу что сам процесс сбора или переработки здесь происходит поэтапно то есть есть самое большое три этапа это мы добываем перерабатываем делаем из этого медную ленту и продаем ее это длинный но можно сделать и коротким способом то есть добыча переработка и сразу же продажа то есть есть опять вариативность но точки друг от друга находится на ну достаточно приличном расстоянии и за счет того что карта плохо читаемая искать их ну тоже не очень просто я же для обзора выбрал самый длинный путь то есть сейчас я переработаю медную руду в слитки слитки переделаю в медную ленту и уже ленту поеду продавать ну вот как выглядит процесс переработки переработки все тот же стандарт и он везде такой же давайте посмотрим есть кнопка положить все и заметьте какая скорость переработки и это у меня нету не випки ничего это просто стоковое состояние я не просил никаких випок у меня нет никаких ускорений или бустов все я переработал заметьте мои слова опять подтверждаются экономика этого проекта очень простая процесс формления здесь очень простой он не нагружает тебя то есть это это как в радость поехать что-нибудь поделать потому что времени это много не занимает посмотрите еще раз какой какая вернее скорость переработки это обалдеть можно я серьезно первый раз вижу чтобы была вот такая скорость переработки обычно процесс переработки это такая нудятина здесь же это очень быстро все мы переработали уже два раза ну естественно нет смысла здесь задерживаться поехали на следующую точку она я уверен будет выглядеть примерно так же но только уже не переработка а изготовление так сказать изделия медной ленты ну и путем фантастических манипуляций видеомонтажа мы перемещаемся на точку уже изготовления ленты к сожалению темно как я уже говорил мне нет возможности подгадывать светлое время суток время не ограничено поэтому снимаю тогда когда снимаю мы видим что и здесь есть антураж до поставлены какие-то дополнительные генератор это по моему да или что это такое да слева генератор справа какая-то еще тележка добавлена но этим автор показывает что даже богом забытое место он не оставил без внимания присутствует звук переработки что тоже кстати очень не часто и заметьте опять на скорость какая скорость изготовления изделия здесь такая же как и на переработке то есть очень быстро все происходит вы сами все видите идет некая прокачка но и и мы коснемся чуть позже но скорость переработки из изготовления изделия просто поражает то есть нет и как и еще раз скажу нет никакой на вас нагрузки то есть это для удовольствия честное слово меня это абсолютно не парит как бы и даже можно сказать я сделал вот эту вот процесс изготовления вот эту всю цепочку прошел с удовольствием а ведь хотя на большинстве проектов вот этот вот процесс и вся эта цепочка сбора ресурсов переработки тому подобное вызывает такое отвращение потому что когда ты начинаешь понимать сколько тебе предстоит потратить времени заниматься этим вообще не хочется здесь же нет такого я прекрасно понимаю что я бы мог за вот эту сессию сделать такие три-четыре ходки если бы было такое желание для тех кто любится процесс фарма это вообще ну райское место на самом деле я тем временем отправляюсь на точку продажи так как мы уже прошли все стадии и осталось только продать и посмотреть сколько из этого получим надо помнить да что мы за одну доставку почты получили 14 миллионов сейчас посмотрим сколько нам заплатят за это но я уже могу сказать что цена не будет такой какая была за доставку одной всего лишь посылки но еще я должен сказать что все вот это вот то что я сейчас проделал да весь этот процесс сбора ресурсов цепочку всю вот эту прошел я прошел это все условиях спокойствия я не переживаю что сейчас на точке продажи меня кто-то гопнет собьет машины заберет деньги нет здесь в зеленой зоне это запрещено то есть вы можете просто получая удовольствие заниматься тем что вы хотите если вы любитель фарма спокойно фармите вас никто здесь не тронит и как всегда за рассуждениями я уже добрался до точки продажи но вот точка продажи абсолютно стандартная находится недалеко от полицейского участка но в общем те кто играет и знает она неизменна она всегда в этом месте находится давайте посмотрим сколько у нас получится всего у нас намечается 4 продажи первое я продаю то что у меня в рюкзаке и потом три продажи все что из машины я сокращу и покажу это все уже непосредственно табличками продажи считать будут только круглые суммы то есть тысячи вот эти копейки я и даже и считать не буду уже виден да что мы не выходим на ту сумму которую нам заплатили за доставку ну и в общем сложности получилось 139 тысяч ну копейки как я сказал я уже считать не буду а эта сумма далека от той которую нам заплатили за доставку одной только посылки поэтому я и там сказал что это скорее всего баг ну или недочет самого разработчика такого не может быть да это и нелогично что вы платили даже пускай это будет доставка в неподконтрольную территорию самую глубокую дальнюю точку но все равно 14 миллионов это слишком много мне кажется что это в ближайшее время пофиксит но я просто воспользовался тем что такое еще не убрали ну и заработанные деньги естественно сразу же потратил но скажу точно что и это дело пофиксит это нереальная сумма 14 миллионов это просто нереально ну а я пока сижу жду когда рассветет чтобы продолжить дальше экскурсию по этому проекту но пока сидел вспомнил что я еще в самом начале обещал вам показать магазин мототехники на этом проекте а и и здесь тоже очень много его сейчас пока сидел рядом с этим магазином вспомнил да пока еще темно но хоть в темноте но все равно покажу и обратите внимание опять на количество этот проект просто поражает своим количеством добавленной техники я честно скажу не знаю хорошо это или плохо но техники здесь реально просто дохренища всякой разной и автотехники и грузовой техники и летной техники и как видите мототехники Здесь еще есть магазин лодочной техники, то есть и корабли, и лодки и тому подобное, но до туда я уже точно не доберусь. Просто у меня где-то, наверное, процентов 60 всего обзора ушло на обзор этой техники. Давайте это тоже очень быстренько посмотрим. Даже, наверное, и говорить-то тут нечем. Мотоциклы всякие разные, вы их видите. Есть красивые, есть и простые, есть и квадроциклы, есть и велосипед даже, есть все. Надо сказать, что и сам разработчик, и администратор этого проекта сам имеет отношение к мотоциклам, поэтому, наверное, и выбор мототехники здесь тоже огромный. Мототехники вот такой, который здесь, я не видел. Не на всяких проектах есть мототехника, но если есть, то представлены там 2-3 единицы этой техники и все. Здесь же, ну, по-моему, все модели, какие есть в армии, они собраны здесь. Ну, вот такая вот, в общем, здесь представлена мототехника. Для любителей тут есть что выбрать. Я, например, не люблю мототехнику в армии, потому что самой физики вождения мотоцикла в армии нету. Нету вот этой вот закладки на мотоциклах, там, когда ты входишь в какой-то крутой вираж. Всего этого нету. Падение на мотоцикле здесь тоже выглядит очень глупо. Ну, в общем, нету физики. Ее изначально не было. Не было двухколесного транспорта никогда в армии. Ее уже добавили модмейкеры, поэтому мне она не нравится. Поэтому я никогда ей не пользуюсь мототехникой. Мне она просто не нравится. Но для любителей, пожалуйста, вот. Здесь есть все. Я даже подозреваю, что на этом проекте будет, или даже, может быть, она есть, но мы чуть позже посмотрим. Группировка байкеров, скорее всего. Посмотрите, какая еще есть машинка, тоже какая-то непонятная, но добавленная сюда. Вот такой вот, в общем, здесь магазин. Очень много всего интересного. И выполнен магазинчик неплохо. Как видите, есть и логотипы мотоциклетных компаний. Ну, а далее начало расцветать на проекте. И я решил показать вам недвижимость, какая здесь есть. Ну, домики все стандартные, да. В общем-то, нас интересует только стоимость. Ну, а стоимость, как видите, вот. Такой домик стоит 1 миллион. Что опять говорит о том, что с доставкой все-таки есть косячок, да. Не может быть, чтобы за одну посылку дали 14 миллионов. Я могу купить 14 таких домов. А это вряд ли. Давайте посмотрим, сколько стоит вот такой двухэтажный большой дом. В центре ковалы. Ну, в общем-то, в центре или на окраине карты разницы никакой. Домик большой. Это самый большой представленный на карте Altis дом. Двухэтажный. Есть всего два варианта этого дома. Ну, и как видим, стоит он 3 миллиона. Ну, и больше штатные дома, наверное, показывать нет никакого смысла. В принципе, экономику вы поняли, да. Но на проекте есть еще и добавленная архитектура. То есть, сторонние здания. Вот их-то стоимость мы сейчас и посмотрим. Например, вот это здание недалеко от гаража. Сколько стоит оно? Ну, и вот, пожалуйста, его стоимость. 150 миллионов и 10 контейнеров для хранения. Впечатляет и то, и другое. И 10 контейнеров, и 150 миллионов. Ну, здесь уже, заметьте, есть какой-то антураж в доме. Есть какая-то мебель. Хотя мебели на проекте, мебели интерактивной и в продаже нету. Она только вот такая вот, встроенная в домах. Ну, а себе я решил купить вот этот вот двухэтажный домик. Тоже недалеко от гаража. Пока у меня не отняли деньги. Ну, надо их куда-то потратить. Стоит он, ну, как вы помните, 3 миллиона. Но вот мне пишут, что нет денег. Сейчас я сниму с карточки и оплачу. И, в общем-то, домик этот я купил. Но показывать не стал, что тратить на это время. Как приобретается дом, я думаю, знает каждый. И ничего интересного в этом нет. Но я решил вернуться к нашей летной технике. Если помните, я купил аж целых 3 вертолета. И уже посмотреть на этот проект, на этот остров с высоты птичьего полета. Это, мне кажется, будет гораздо интереснее. Давайте полетаем и посмотрим, что же есть еще красивого на этом проекте. А заодно и посмотрим на хотя бы вот эту единицу летной техники. И, как я уже вижу, что она, по-моему, взята из Армы 2. Потому что текстурки какие-то, ну, не очень красивые. Все достаточно размазанное. Но управляется вертолет прикольно. Вот, по-другому не скажешь. Как видите, его сразу начинает нести немножко назад. Такое сложное управление. Но чем сложнее, тем мне больше нравится. Но тут же надо отметить, что в сложности тоже нельзя перегибать. Сложность должна быть определенная. Вертолет себя, кстати, ведет в воздухе очень приятно. Он такой мягкий. Не очень поворотливый. Но это грузовой вертолет. Не, ну, хорошая техника, приятная. Лететь очень приятно. Ну, и вот мы видим, что на проекте, оказывается, присутствует мост. Но я им так и не воспользовался. Я, на самом деле, даже не знал, пока его сейчас не увидел, что он здесь есть. Но мост присутствует. Далее же, на этом острове есть некое количество баз и еще каких-то строений. Вот их-то я и хочу посмотреть. Ну, вот первое, которое нам попалось, это база группировки РПА. Ну, уж не знаю, правильно ли я произнес эту аббревиатуру. Базы, в принципе, все выглядят примерно одинаковые. Они такие все простенькие. В отличие от той же центра ковала, которую мы видели, как наворотили. Я думал, что и на базах тоже будет стоять нечто подобное. Но нет, смотрите, как они придумали оригинально. Не поставили стандартные казармы, а сделали казармы за счет слития вот этих двухэтажных домов. И получилось очень симпатично. Надо признаться, что подобного решения я еще не видел. Я вообще не видел, чтобы вот эти дома двухэтажные ставили вот так вот друг к другу бочком. Интересно, как это внутри. Можно ли с одного дома переходить в другой. Но, к сожалению, на проекте сейчас есть люди. И, скорее всего, кто-то из этой организации может быть там. Поэтому заходить я не буду. Надо не забывать, что мы находимся на РП-проекте. Я и так зависаю над базой, над которой я, в принципе, не имею права летать. Ну, а вернее, летать и зависать-то я имею право. Но надо не забывать, что мы находимся на неподконтрольной территории. И что может сейчас произойти, бог его знает. Далее мне понравилась еще одна база. Она стоит таким вот отдаленным оазисом в пустыне. Скорее всего, вот это вот и будет база этих самых, каких там, байкеров. Эта база не выглядит, как вы видите, такой воинственной или агрессивной. И находится она посреди пустыни, где будет очень прикольно погонять на мотике. Я еще немножко покружил над базой, чтобы убедиться, что никого нету. Потому что очень хотелось посмотреть, как здесь все устроено. И смотрите, это интересное решение, да. И, наверное, просто ошиблись немножко. И этот механик должен лежать под этим мотоциклом. Ну, я так думаю. Тогда будет очень антуражно и прикольно. Интересное решение. Вообще, очень здорово и антуражно выполнено. Есть такие, так скажем, гражданские здания. Никаких воинственных тут нет. Ну, там стоят несколько вышек, но это, наверное, так просто. Для той же антуражности. Вот так вообще прикольная база. И вот это вот покрытие потрескавшегося песка прикольно выглядит. Ну, вообще, погонять, наверное, здесь будет здорово. Ничто тебя не останавливает. Открыл воротики и помчал. Ну, и вообще, такая в целом теплая и уютная база. Мне она понравилась. Она здорово сделана, прикольно. Ее место выбрано такое красивое, антуражное. И никому, главное, не мешаешь здесь. Но, опять, надо не забывать, что это не подконтрольная территория. И, скорее всего, что это будет бандитская группировка. На этом проекте еще есть база, на которую можно посмотреть. И, как видите, есть точки, на которые тоже можно было заострить внимание. Но, к сожалению, весь остров не обхватишь. И не хватит никакого времени. Баз здесь не так много, как на моих предыдущих обзорах, где я насчитывал от 8 до 12 повстанческих и воинствующих группировок. Здесь их не так много, здесь их поменьше. Но есть повстанческие базы. Они выполнены более скромно. Так, невыразительно, так скажем. Поэтому на них мы даже залетать не будем. Вообще, на этом проекте очень много на что можно посмотреть. И я еще не затронул точки добычи и точки переработки. Мы посмотрели только на одну медь. Я не затронул даже сбор плодово-овощных ресурсов. Я думаю, что вы и на том основании, что я показал на сбор медиа, уже, наверное, все поняли, что здесь экономика и сам сбор ресурсов очень-очень простой и очень ускоренный. Он не возлагается на игрока каким-то временем. Вам не надо будет тратить огромное количество времени. В общем, здесь есть на что посмотреть и что поделать. И главное, что это все очень-очень облегчено. Ну, вот этот косячок с деньгами, которые мне упали 14 миллионов, я уверен, что разработчик поправит. К сожалению, такой халявы, наверное, больше не будет. Ну, а если говорить в целом о проекте, то он скорее мне понравился, чем не понравился. Понравился, наверное, тем, что здесь огромное изобилие всего-всего. С одной стороны, это хорошо. Да, мне не очень нравится центр ковалы. Я во всех своих обзорах говорю, что когда много сторонних объектов и вот эта архитектура навалена в одном месте, то с FPS всегда возникают проблемы. И здесь это тоже присутствует. Да, очень много сторонних объектов. Все они навалены в одном месте. Это я не считаю за плюс. Хотя то, что много интересных объектов, это, безусловно, конечно же, плюс этого проекта. Если бы еще их расставить как-то более разбросанно по всей карте, чтобы это не нагружало вот одно место, в котором не хочется на самом деле иногда даже находиться. Ну, в целом, мне понравилось. Есть здания, которых я до этого времени и не видел даже. Есть много интересных решений, облегченная экономика. Есть несколько косячков, которые можно, в принципе, исправить. Но остров развивается. Остров как бы не стоит на месте. Он только что открылся после как раз-таки реконструкции. Видимо, что-то изменилось. Я, к сожалению, до этого не был на этом проекте, не был с ним знаком. Мне его посоветовал мой менеджер, Роман Ставерс. Привет тебе, кстати, если будешь смотреть это видео. Ну и да, этот проект, скорее всего, мы можем отнести к разряду стандартных. Это, конечно же, не MyLife, не Evolution, не Greenhill, где все изменено до неузнаваемости и все переделано на свой лад. Это стандартная сборка, но сборка тоже интересная, уникальная в своем роде. Она какая-то теплая. Есть свои нововведения. Одно из них, например, разделение. Часть острова не подконтрольная, и часть острова полностью зеленая зона, где запрещены все криминальные действия. Это тоже нововведение, я такого не видел. Это интересное решение автора, и на это тоже надо обратить внимание. На мой взгляд, подобное решение вообще лежало на поверхности, чтобы разделить два геймплея. И обустроить комфортную игру для разных слоев РП-проектов. Здесь это решено. Здесь есть интересные решения. Ну и изобилие того, что здесь представлено, тоже не остается вне внимания. Мы не можем не замечать, да, какое огромное количество техники, всевозможные, интересные, здесь представил для игроков разработчик. В целом, как я уже и сказал, проект интересный. Да, он стандартный. Да, это обычная сборка. Сборочка старенькая. Карта тоже, ну, так себе. Есть иконки, которые плохо читаются, плохо ориентируешься на карте. Но это старая сборочка. Но автор сделал все, что смог, чтобы разнообразить геймплей игроков. Поэтому, ну, проект мне понравился, в принципе, в целом. И вот сейчас на ваших экранах одна из функций этого проекта. Заметьте, какое огромное древо прокачки, которое я, к сожалению, не показал, не зацепил. Но, как я всегда и говорю, подобные проекты, как Arma Life или там GTA 5, их невозможно целиком и полностью показать в одном обзоре. У меня и так обзоры всегда делятся на 2, 3, а то и 4 серии. Это очень сложные и увлекательные процессы, в которых надо погружаться. Поэтому, что-то я, конечно же, не показал, не рассказал. Попытался зацепить самое интересное, суть этого проекта. Показать, что вам предстоит увидеть, если вы зайдете сюда. Как вы начнете свое существование здесь. Ну, в общем-то, мой обзор, он всегда примерно одинаковый. И я придерживаюсь определенных правил, по которым и следую. Поэтому и показываю я то, что, в общем-то, вы увидите, если сюда зайдете. Ну, больше-то мне, в общем-то, и сказать нечего. Все, что я смог, показал. Все, что смог, рассказал. Дальше выбор за вами. Если вам понравился этот остров, если вам понравился обзор, заходите. Проект открыт. Чтобы сюда попасть, нужно будет пройти простое, легкое собеседование. Ничего особенного там не будет. Просто надо встретиться с администратором этого проекта и просто поговорить с ним. Никаких вопросов на засыпку там не будет. Человек очень адекватный. И беседа состоит, ну, как с лучшим другом, скажем так. Но введено подобное собеседование ради одной цели. Чтобы отсечь неадекватную публику. Те, кто заходит на подобные проекты, просто чтобы пофаниться и испортить игру окружающим. Таких здесь не жалуют. Поэтому администрация проекта все время разговаривает с теми, кто хочет посетить этот остров. Ничего еще, раз скажу, страшного на собеседовании не происходит. Если вы любитель РП, для вас этот остров будет открыт. Заходите, разговаривайте, общайтесь. Это РП-проект. Не забывайте об этом. Ну, а у меня на этом все. Мне надо идти искать новые острова, новую легкую жизнь. Спасибо всем, кто посмотрел. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова